Вот с этим Хаважем, я поэтому предполагаю, что скорее всего, как раз они решили, что сейчас самое благоприятное время для того, чтобы совершить убийство Хаважа, реализовать кровную месть, грубо говоря. Его скорее всего привезли и убили в этом роде. Судьбы каких-то отдельных людей были под пристальным вниманием общества, и это мешало кадыровцам с этими людьми расправляться. Вот сейчас этого нет, и Асин Халидов попал в Чечню и пропал. Сейчас с ним происходит, скорее всего, его пытают, может быть, его уже и нет в живых. Так, и перейдем, наверное, к самой популярной хайповой теме на этой неделе. Конфликт Пригожина с Кадыровым. Это кто? Я немного, ну даже не немного, я, в общем, знаком с этой историей, так как когда задерживали Хаважем Магомадова и его двоюродного брата Беслана Магомадова, я тогда находился дома. И эта история, ну мало того, что она и так была как бы известна в Грозном, но так и получилось, что я был знаком с одним из близких родственников этого убитого сотрудника, поэтому я как бы знал ход этого дела. В общем, там история была такая, что эти два брата, двоюродных, они обвинялись, подозревались, если говорить терминологией юридической, они подозревались в убийстве сотрудника старомысловского РОВД. По-моему, он был участковым, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, это произошло по старым промыслам. Остановка Автотрест, улица Завета Ильича, это самая длинная улица в Грозном. И с трассы Старомысловского шоссе, когда ты поворачиваешь на Завета Ильича, тебе нужно пересечь железную дорогу. Это железная дорога, по которой раньше ездил товарный поезд Красного Молота. И, в общем, на переезде этой железной дороги его там подкараулили, расстреляли, но он остался, видимо, жив, раненый. Он уходил, и, по-моему, уже когда он дошел до своего дома, его там настигли и добили. В общем, это такая была очень известная такая история. И тогда буквально сразу были задержаны вот эти два двоюродных брата по подозрению в этом убийстве, что это они убили. И они были подвергнуты жесточайшим пыткам. Одному из них как раз вот этому Хаважи, по-моему, прострелили ногу. Это было сделано, чтобы они не убежали, так как их держали не на территории РОВД, а их просто в обычную квартиру привезли для того, чтобы пытать. Ну, не знаю, может быть, тогда было как-то построже у них. Почему-то они пытали, тогда они пытали еще не на территории РОВД. Сейчас они свободно это делают на территории РОВД. По какой причине они тогда его не в РОВД повезли для пыток. Может быть, какие-то проверки тогда были там. В общем, не знаю, в чем была причина, но его куда-то на квартиру они повезли. Точнее, этих обоих братьев двоюродных. И чтобы они не могли сбежать, вот одному прострелили ногу и кипятком ошпарили им ноги. В общем, сделали все возможное, чтобы у них ноги были не дееспособными. В общем, подвергли, разумеется, жесточайшим пыткам, избиению, там, ток, не ток. В итоге они, значит, берут на себя не только это конкретное убийство, но еще, по-моему, 8 эпизодов. То есть, всего 9, кажется, было эпизодов. То есть, какие-то висяки, там, все возможное на них накидывают. Доказательной базой, по-моему, в суде там явилось чисто их признательные показания. На всевозможные следы пыток, разумеется, суд никакого внимания не обратил. Как это все легализуется? То есть, людей пытают где-то на какой-то квартире в течение нескольких дней или недели. Вот этих двух, по-моему, в течение недели пытали. Потом где-то на каком-то адресе имитируют задержание. Якобы эти, естественно, им дают какое-то оружие там подбрасывают. Типа они, значит, были обнаружены где-то, скрывающимися на каком-то адресе. Там они были задержаны и вот так вот их доставляют. Но при доставлении в РОВД они, разумеется, бывают уже полностью запытанные. Понятно, что их никто нигде не задерживал, что они были гораздо ранее задержаны и запытаны. Но суды в Чечне никогда на такие вещи внимания не обращали. Какие-то там исключительные, единичные случаи, может быть, будут. Но, как правило, суд вообще не берет этого внимания. В суде задержанные, конечно же, отказываются от тех показаний, которые они дали. Конечно же, они говорят о том, что их пытали. Но суд уже на это никакого внимания не обращает. В общем, эти два РОВД получили огромные сроки и были отправлены в тюрьмы. И вот представьте себе... А, уже тогда вот этот вот близкий родственник этого убитого сотрудника, с которым я был знаком, он уже тогда говорил, что они бы не хотели, чтобы их сажали в тюрьму. То есть, они хотели реализовать кровную месть, убить. В общем, они пытались, видимо, всячески как-то сделать так, чтобы их не задерживали официально, чтобы их просто дали убить. Но они были пущены на результат, как принято говорить в Кадырёвской Чечне. И, по всей видимости, вот эти вот висяки, которые у них были, это был хороший шанс от этих висяков избавиться. Как вы знаете, для любого РОВД висяки – это плохой показатель. То есть, это нераскрываемость, значит. Висяки влияют на раскрываемость, то есть, на статистику. Соответственно, там какие-то поблажки, ордена, какие-то премии и так далее, они могут недополучать. В общем, это, видимо, был для них такой хороший шанс. Они накинули на него, на этих двух братьев все эти висяки, отправили их в тюрьму. А с родственником, наверное, как-то, ну, договорились, скорее всего, что чуть попозже там дадут им исполнить кровную месть. И вот я, почему я думаю, что убийство Хаважи было, скорее всего, исполнением кровной мести, так как его по надуманному абсолютно предлогу вернули из тюрьмы. Кстати, он сидел в Кемерово, Кемерово славится тем, что это очень, это колония строгого режима. И она славится тем, что там, как правило, людей полностью ломают. В общем, они их закидывают в какие-то туберкулезные камеры, заражают туберкулезом абсолютно здоровых молодых людей. И через некоторое время они бывают уже инвалидами. И вот с этим Хаважем произошло то же самое. Его, по всей видимости, либо на этапе, либо уже в самой этой колонии закинули к туберкулезникам, заразили. И вот на момент, когда его сейчас под предлогом каких-то следственных действий для опознания якобы его этапировали в Чечню, он уже туберкулезник с пораженным правым легким. По идее, таких людей не должны вообще этапировать, тяжело больных. В общем, его этапируют. Типа в 2004 году кто-то там покупал оружие. И типа этот человек, который покупал оружие, утверждает, что он купил его у Хаважи. И вот типа нужно опознать. Потом, значит, его привозят в СИЗО. И СИЗО для этих следственных действий его этапируют в РОВД. Потом в РОВД под каким-то дешевым вообще предлогом детским, что типа, я не знаю, поздно там или что-то. И обратно в СИЗО. Сегодня мы его давайте не повезете. Вы его повезете завтра. Давайте сегодня он переночует в ИВС. И он, в общем, ночует в этом ИВС. И на следующий день его находят мертвым. Умер ли он сам? Или это все-таки было убийство? К сожалению, мы сейчас можем только предполагать. Точно мы этого узнать не сможем. Так как никто сегодня в Кадыревской Чечне не даст провести какое-то независимое расследование. В общем, это такой показательный момент. Почему он сейчас важен? Дело в том, что совсем недавно, вот две недели назад, был задержан Ясин Халидов. Молодой парень, 19-летний, который работал в Кадыровском ОМОНе по транспорту. Попытался сбежать. При попытке пересечь российско-казахскую границу был задержан. И пропал. Все после этого о нем нет никакой информации. То есть, омские, его пограничники передали омским оперативникам, по-моему, уголовному розыску. То есть, работникам РОВД какого-то омского. И все. Вот последняя информация. Это какой-то там работник омского РОВД говорит, значит, что да, он у нас. И мы его должны передать кадыровским полицейским. И все. Вот это последняя информация. Больше нет никакой информации, где он, как он, что с ним происходит, в чем его обвиняют, какие там следственные действия происходят. В общем, никакой информации нет. И, к сожалению, вся вот эта сейчас обстановка в России, война в Украине, она настолько развязала руки внутри России, и тем более внутри Чечни, развязала руки кадыровцам, потому что они сейчас все вот эти вот вопросы, которые были отложены на потом, там до лучших времен, да, в лучших кавычках, в их случае это до худших, наверное, они сейчас как раз эти вопросы все поднимают, реализуют им очень легко сейчас под вот эту вот суматоху отсутствие вообще какой-либо правозащитной деятельности в России, так как все правозащитники просто задавлены, выдавлены из России, там мемориал объявлен вне закона и на агентами, и там всевозможными агентами Запада. Короче, нет каких-то инструментов, которые с горем пополам до вот этого вот вторжения в Украину, они еще хоть как-то там функционировали. Да, они могли там, допустим, правозащитники реально проводить какие-то вот серьезные, допустим, мероприятия в Чечне, да, они и так были из Чечни выдавлены, но правозащитники могли хотя бы на уровне каком-то федеральном поднимать какой-то шум, через журналистов воздействовать там, что-то делать так, чтобы какие-то судьбы каких-то отдельных людей были под пристальным вниманием общества, и это мешало кадыровцам с этими людьми расправляться. Вот сейчас этого нет, сейчас, видите, Ясин Халидов попал в Чечню и пропал. Сейчас с ним происходит, скорее всего, его пытают, может быть, его уже и нет в живых, нет никакой информации про этого человека, и никак на это воздействовать тоже нельзя. Вот с этим Халажем я поэтому предполагаю, что, скорее всего, его, как раз они решили, что сейчас самое благоприятное время для того, чтобы совершить убийство Халажа, так-таки реализовать кровную месть, грубо говоря. Его, скорее всего, привезли и убили в этом роботе. Ну, это такое мое мнение, такое предположение на основе анализа тех доводов, которые я привел. Точно, конечно, этого знать мы не можем, к сожалению. В общем, такая вот ситуация. Будем в любом случае наблюдать, пытаться узнавать. И по поводу Халажа, и по поводу Ясина Халидова, но наши возможности, к сожалению, очень сильно ограничены. Так, и перейдем, наверное, к самой популярной хайповой теме на этой неделе. Конфликт Пригожина с Кадыровым. Субтитры создавал DimaTorzok